Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Да! Что ж воскрес? Мир всем! Что ж воскрес, дорогие братья и сестры? Боис, не воскрес. Отключай микрофон. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 пастырей, и хотя по внешней форме все будет совершаться как должно, в действительности там ничего нет. Матфея 23, 38 Все оставляется вам дом ваш пуст. Ималахия 2, 2 Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердцу. Если в V веке Златоуст говорил, что большая часть священников погибает, то какой же процент спасающихся нын? Можно ли изменить ситуацию? Какого-то не выпил. Николая Стаса, выключите на фронт. Можно ли изменить ситуацию, если бы нашелся хотя бы один архиерей, любящий Библию на всю Россию, как много бы он сумел сделать? Если бы на целый город или на епархию нашелся хотя бы один возрожденный священник, любящий Библию, как много бы он сумел сделать? Если в церкви, в храме найдется хотя бы один мирянин, простец, искренне верующий во Христа и любящий Библию, как много бы он сумел сделать и зажечь других огнем любви Пресвятой Троицы. Притом нужно не просто знание, а глубокое, осмысленное по толкованию вселенских учителей церкви. Вот это толкование блаженного феофилакта одно из самых лучших, какие есть в церкви, а может быть и самое лучшее. Вопросы? Идем дальше. Иван Георгий 4, 16-21 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю сел, и глаза всех синагоги были устремлены на Него, и Он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами». Толкование. Господь пожелал явить Себя израильтянам, потому что и помазан был от Бога и Отца на то, чтобы спасти живущих в Поднебесной. Чудно устрояет вот это. Прежде иных Он является жителем Назарета, с которыми был воспитан, чтобы и нас научить, что нужно благотворить прежде своим и научить их, а потом изливать человеколюбие и на прочих. «Тогда подали ему книгу, он ее раскрыл и нашел не то, что случайно попалось, но чего сам желал. Ибо не думай, будто он открыл книгу и случайно нашлось то место, в котором написано о нем. Это случилось по его желанию». Что же было написано? «Дух Господень помазал меня, то есть посвятил меня, поставил меня на благовествование нищим, то есть язычникам, которые, не имея ни закона, ни пророков, действительно были в большой нищете. Сокрушенные сердцем были, быть может, израильтяне, у которых сердце сначала было велико и высоко и было домом Божиим, а впоследствии, когда они стали служить идолам и грешить разным образом, сердце их сокрушилось и расстроилось, став вместо дома Божия, вертепам-разбойников. Так Господь пришел, чтобы и их исцелить, и дать пленным освобождение и слепым прозрение, язычникам и израильтянам. Ибо обе сии части были и пленными у сатаны и слепыми. Можно разуметь это и о мертвых, ибо и они быв пленными и сокрушенными. Через воскресенье освободились из-под власти ада. Проповедовал, лето Господне благоприятное. Что же это за лето благоприятное? Быть может и будущее века, которым Господь проповедовал, говоря, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Ивангелетана 16.23 И опять Наступает время, когда мертвые оживут. Ивангелетана 5.25 Но приятное лето есть и время пришествия Господа во плоти. О нем Павел говорит. Теперь время благоприятное. Теперь день спасения. 2 Корректор 6.2 Прочитав это, он сказал. «Ныне исполнилось Писание сие слышанное вами, очевидно указывая в себе слушателем того, о котором это писано». Вопросы? Идем дальше. Евангелие от Луки 4.3 Слова по 30 стихи. «И все засвидетельствовали его это и дивились словам благодати исходившим из уст его и говорили, не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне пресловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь, встаю в Отечестве то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле пророки Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился толкованием. О них, так как нельзя, более справедливо можно сказать, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Иеремия 5.21 Я говорю вам, что я сделал бы много знамений у вас, моих соотечественников, но знаю общую со всеми случающуюся страсть. Презирайте самые отличные дела, коль скоро они перестают быть редкими, а становятся общими и обыкновенными. И когда все могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всегда имеют обычай, заботятся о редком и странном и им удивиться, а общие обычные презирать. Поэтому ни один пророк не ценится в своем отечестве, но если он придет из какой-нибудь другой страны, ему удивляются. Так так и Илью вдовы иудейские не приняли, а сариктянка приняла. Или сей очистил от проказа иноземцев, потому что сей явил веру к нему, тогда как знакомые соотечественники его не верили ему, и потому не очищались. Подобным образом и вы, соотечественники мои, считаете меня достойным не удивления, а презрения, а потому и я знамений не говорю. Жители же Капернаума считают меня достойным удивления, я знамения творю и принят им. Слышащие это, в синагоге наполнились яростью, что достойно удивления, и думали бросить его с утеса. Но он, пройдя посреди них, ушел, не потому, впрочем, будто он бегал от страданий, но потому, что ждал определенного времени. Ибо он пришел пострадать за нас, а теперь, когда еще начиналась его проповедь, ему не должно было предавать себя на смерть, но тогда скончаться, когда уже научить достаточно. Всего ясно, что тогда он был распят, не против его воли был распят, но добровольно предал себя на смерть. Давица, то есть церковь из язычников приняла Илью, то есть пророческое слово, когда в Иудее был голос духовный, то есть голос слышания слова Божия, Амус 8.1. Асейтов в Давице говорит пророк «У оставленной гораздо более детей, нежели умеющий мужа». Исайя 54.1. И в другом месте «Даже бесплодная рождает семь раз, а многочадная изнемогает». Первое царство 2.5. Вопросы? А то будет или не будет еще возможно. Там все, смотри теперь. Игнатов Сергей, вопрос такого порядка. А почему такая неадекватная реакция у иудеев возникла на слова Спасителя, что они решили его убить? Ну он же сказал, что много было вдов. Они с этим согласились. Но однако же Господь Бог, Отец, послал Илью в Сарепту Сидонскую. То есть никто из них не достоин был принять пророка. Представь себе, они даже на равне никак не хотели быть с самарянами. Они обходили эту территорию боком, чтобы не оскверниться. И вдруг он стоит не рядом, а выше. И также здесь прокаженных было много. То есть лепрозорие еще не построили. И однако пришел сириянин, потому что имел веру, что Елисей может это сделать. А вы что толку-то прокаженные, и все равно вы не верили в это. То есть он показал, вы хуже всех безбожников, хуже язычников. Вот они на него и обозлились. Отошел. Спасибо Христос. От Луки 4, глава 31 по 37 И пришел в Капернаум город Галилейский и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесцовского. И он закричал громким голосом, «Остань, что тебе до нас, Иисус назовенин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказал, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем, по всем окрестным местам». Толкование. Поскольку ни разум, ни учения не привлекают неверных к вере, то Господь присоединяет чудотворение как самое действительное средство. И так творит чудеса в Капернауме, ибо жители сего города были самые неверные и для верных был встален во многих чудесах. «Итак, когда он достаточно научил и при том, как имеющий власть, ибо он не говорил это, говорит Господь, но я говорю вам, потому что он был не из числа пророков, но истинный Сын Божий. После этого присоединяете чудо, именно исцеляет мучимого бесом. Бес сначала обнаруживает вражду, чтобы свидетельство его было достовернее, а потом приводит свидетельство «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Сначала упрекает его «Зачем ты пришел сюда погубить нас?» Потом ласкает его, думая, что Господь увлеченный лаской оставит его. Но Господь, научая не пользоваться свидетельством и представлением от беса, говорит «Замолчи и выйди из него». Впрочем, позволяет бесу повергнуть человека, чтобы присутствующие узнали, что он подлинно имеет беса, которому и слова принадлежали, хотя орудие был из их человека. И ныне многие имеют бесов, именно те, которые исполняют пожелания бесов. Например, кто гневлив, тот имеет беса гнева. Но когда придет Иисус в синагогу, то есть, когда ум будет сосредоточен, а не рассеян, когда скажет бесу гнева до тела неукротимому «Помолчи!» И он толчат, выйдет из человека, повергнув его на средину. Что же значит бросить на средину? Знай, человек должен быть несовершенно гневлив и раздражителем, ибо это свойственно зверям, несовершенно безгневен, ибо это свойственно бесчувственным, но идти средним путем и иметь гнев против слобы. Итак, когда дух лукавый бросит кого-нибудь на средину, то уходит от него. Вопросы? Вот бесчувственный как понять это? Бесчувственный всегда стихнет. Ну-ка, давайте просчитайте, где это говорится, как. Считайте это слово. Как говорится, бесчувственное толкование. Ну, толкал. Просчитайте. Ибо это особенно жильям не совершенно безгневен, ибо это бесчувственное. Ну, то есть, когда явно необходимо сказать ему, ты враг всякой правды. А он спокойный, тихий, такой, смиренный, то есть, он бесчувственный, он не видит, что там злой, надо и голос повысить, и сказать, и даже ударить, может быть. Киану Кронштадтскому подходили, когда и там рот разинь, она стоит, это бесновато, он ел ложкой по лбу. Лжица эта, ложечка называется. Он когда говорил себе, кровь за вас проливаемая, звенела чаша в руках. Бесновато, иногда придуряются. Вот она одна солдатка, то есть, мужа взяли в армию, а она ну, тоскует якобы, и все-таки, как Евангелие выносит, она начинает, ой, ой, кричит. Ну, ее бабы жалеют, и там что-то ей дают-то. Другая увидела, точно так же стало. И служить невозможно. В короткое время прошло уже пятеро баб кричат, как Евангелие выносят, а они орут, кричат и на молитвах, и же херувимы, где, и не знают, что делать. А тут пришел священник, другой помогать, говорит, а что это у вас за бордель-то такая? Да вот это так вот, это, говорит, лечить легко. Так, ребята крепкие, бери первую бабу, тащи. Вы вывели ее туда, теперь одному говорит, бери плеть, пари ее. Она больше не буду, вторую, третью, все, это называется кликушество, кончилось. Прямо с гневом таким, а совсем не гневно, тряпка, но надо гневом руководить, где-то молчать, где знать, а человек бесчувственный, то есть он видит, что люди страдают от него, а он бесчувственный стоит, это моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот какой смысл отошел. Игнатий Тихонович, а при изгнании бесов, бесы куда деваются-то? Они не могут перейти на другого человека? Они могут перейти на другого человека, а ты права, Рахиль. Дело в том, что стоит Аверки, царская дочь бесновата, его вызвали, и он дудал в него, дух, выйди оттуда, а куда? Он рот развернул, говорит, в меня заходи, он ой-ой-ой, а в него изо рта, как пламя огня, его опалило, он выскочил в преисподнюю, куда? На земле в творение, даже в свиней войти, нужно повеление, что разрешение. А сейчас куда выйти-то? Смотришь, дети-то беснуются, что они делают? Какие вытворяют дела? Сколько убитых, трупов, еще только не находят. И на детьми как издеваются, это бесноватые? А изгонять кто? Как Василий Новиков изгонял? Кто его знает? Изгонял или загонял? Некоторые позевают, рот крестит. Я говорю, ты чего, его не допускаешь или закрещиваешь, чтобы не вылез из себя? Бабки в церкви друг друга сзади крестят, стоят. Куда он ушел? Это один Бог знает. Выйди из него и не подходи. И он сотряс его и вышел. То есть со властью разговаривать надо. У меня знакомый был очень хороший человек, приговоренный к расстрелу в сталинское время. Прошел всю войну на передовой. Как мне известно, начальник радиостанции Константина Константиновича Рокоссовского. А потом уверовал в Бога там, его арестовали и он там говорил, его к расстрелу приговорили. И добивали, что он просил помилования. Говорят, я хочу быть расстрелянным. Мне надоело это все. Я хочу со Христом быть. Но они сами ему дали 25. 5 поражений в правах и 5 выселки. 35. Но 2 года 4 месяца прошло. Говорят, Сталин скопытился. Его освободили. У него 10 ребятишек было. Устиноп Александр Иванович. И вот в церкви стоит одна бесноватая и крещенскую воду агиасму дают. Ей дают она. Не надо, не надо, крещит. А потом он ее маленько отпустит. Давай. Она схватила только оборот опять. Не надо, не надо. А он сзади стоит и говорит про себя. Дух злой, выйди из нее. Выйди. Сейчас же здесь такая святость у нас. когда кончилось моление. Она задом стояла спиной к нему. Она сразу к нему повернулась и говорит Александр Иванович, он тебя нисколько не боится. Вот такой праведник. И посты, и все соблюдает. А таланта на этого не дано. А она уже узнала, он ей сказал, что он меня хочет выгнать. Вот у нас в деревне было там соседний, где родился Карповка, рассказывает. Я не видел и не помню. Он зашел и вот когда там какой-то старичок приходил молился, а он-то видит и говорит ой, идет этот Дмитрий. Вы миссия, каяны. И вот так у нее, говорит, на животе, а как будто там кулак засунутый под кожу, начинает ходить по всему криком кричит. Он меня выгонит сейчас. То есть он не показывает лицо. А Мотовилов хотел посмотреть, бы посмотреть, как он. А Серафим Саровский сразу взахался и говорит, ой, ваше боголюбие, что ты говоришь? Богомерзкий вид их. Страшный. И хорошо, что Господь не показывает. Мы даже не знаем, ложимся спать, а тут может легионы демонов ночью задушить нас, чтобы мы во сне, как Пырьев, насильник, злодей, умер во сне. А мы встаем радостно и молимся, просим Бога избавить нас от лукавого. Надо помнить все время и так молиться, чтобы бес не вошел. Не надо бояться, потому что с нами Христос отошел. Спаси Христос. А можно еще замечание, замеску такую сделать? Вот кричит там вот этот бесноватый. Ну, все это в синагогии действия происходит не у нас. И я вот что думаю. А у нас-то сейчас тоже много кричат, когда мы забили в Московскую Патруссию, там эти кучи устающие, кучами, а еще люди там и просто переговариваются между собой, даже перекрикливаются. То есть это все легко какие-то разговоры. По месту кучу человек участвует. Я думаю, если бы мы, допустим, как у нас в храме оглашенные изудики, то вот этих вот, которые крикнушествуют, выкрикивают что-то и так далее, их же не легко было бы обнаружить. Может быть, это зашлость показывает, что в храме нет должного почтения, того страха, благодарения, трепета, о котором говорит нам Слово Божие. Поэтому нужно обратить внимание на это. Здравствуйте, можно вопрос по ходу Василий? Вот здесь было сказано, что про Яна Крастадского, что ревнуя по делу Божьему, как мог позволить себе ударить ложкой и так далее. и в этом и в этом контексте, что люди, ревнующие за истину, за правду, имеют как бы право перед Богом быть такими, ну как это выразить, ну да, и разгневаться праведным гневом и так далее. Но я вот очень много размышлял над тем, что написано по плодам узнаете их. И даже не по добрым делам надо узнать о уже пророках или подобных людей, а именно по плодам. Плод это нечто устоявшееся в сердце и плод же духа, мир, любовь, радость, долготерпение, милосердие и так далее. Так вот по этим качествам, которые постоянно, постоянно, я подчеркиваю, присутствуют в сердце человека, мы можем отличить праведного и неправедного уже пророка от глаголющего истину. И тогда если все-таки да, и плод, я хочу заметить, плод это нечто устоявшееся. Когда мы запустим, это не то, что сегодня такое дело, завтра другое, настроение поменялось, там, одного ударил, там, за истину Божию, разумеется. А сколько было ударяющих друг друга за истину Божию, ну, в кавычках, и вообще даже и на кастрак сжигали одно время даже, как-то что-то не так выразился, и пожалуйте, так вот, может быть, в этом смысле мы теряем эту грань, как бы, что, а где это, как определить, что за истину Божию ревнует, а может, бес в нем что-то там делает. Мне кажется, это очень такая подозрительная или ненадежная установка, что я же задела Божье ревную и с пеной на губах. А все-таки может кротость и смирение Христова, ибо в вас должны быть те же существования, которые во Христе Иисусе, может быть, это никто не отменял в Писании, Писании не отменяет, именно постоянно эти качества. И как апостол Павел говорил, приходил, я, говорит, был как кормилица среди вас, со слезами, увещевал вас братья и так далее. Потому что мы очень, я повторяю, такая опасность, что мы можем так вот идти и вообще жить по плоти. Василий, вы повторяете уже, знаете, конечно. Да, прошу прощения, да, но я вопрос по-моему сформулировал. Яш. Да. Вы отвечали на ваш вопрос с ограниченными. Так тут вопроса-то и нет, уже все разъяснено. Выключите, я не знаю. Вопроса-то фактически уже и нету. Вопрос задается кратко, так, полезно или не полезно. А тут получается полное разъяснение, я тут и не нужен совсем. Хотя, кое-что можно прочитать. Я, я когда сказал... У вас только вопрос, прошу прощения, у вас только вопрос-ответ в таком формате беседы. Конечно. А как же? Чтобы задать вопрос, вопрос задать, вопрос правильно задать, что имеем ли мы право под видом ревности кого-то ударить и все, вопрос закончился. Вы приводите места и приводите дальше. Вот это делать не надо, иначе вопрос-то и не нужен, когда уже он известен. Я сказал, когда так, сразу, ну вот вы говорите гнев, да разве гнев это от Бога? Я говорю, а как ты знаешь? Да Христос никогда Христос не гневался. Не то, что Павел, а Христос не гневался. Я говорю, сестра, ты Библию-то считаешь? Я считаю. Я говорю, открой Марка, Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. А мы тут читаем. Христос говорит, должно ли в субботу делать добро или зло? Душу спасти или погубить? Но они молчали. То есть, какая реакция? Они молчали. Ничего не было больше спасения. И воздрел на них с гневом. Иисус, безгрешный, вечный, воздрел с гневом, скорбя о божествовании сердец, говорил тому человеку, протяни руку твою. Видите как? Значит, воздрел, и при том с гневом. Повторяю, Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. А если гнева никакого в тебе нету, тряпка, для того Бога, говорит, ты вложил в человека гнев, чтобы правильно им пользоваться. А когда можно? Ну, зачем? В любом месте можно за грань. Человек ест до обжорства и потом погибает. Человеку вино разрешено, баллон опился, пьяный упал и убился. И любое дело можно извратить. Поэтому, когда обратились к Антонию, пришли монахи, тоже спорили, что самое главное, крото, смирение, молитва. Он говорит, благоразумие, рассудительность. Вот самое главное, бродетель. Рассудительность должна тебе показать. Иногда человек тонет, его не спрашивает как. Он хватает, тебя топит. За волосы его, советует за волосы и в обратном порядке, чтобы он не мог перевернуться. Так больно. Снявший голову по волосам не плащет. И вот здесь точно так же. Мы видим, Господь кратчайший. Но наступил момент, когда Он сплел бич и начал пороть их. И выгнал вех. И представьте себе эту картину в фильме Иисус, как Он опрокидывает столы, деньги валятся. Это каково? Легко ли было? Сегодня зашел бы какой-то человек, а мы его не знаем. И начал бы опрокидывать, веревками пороть их торгашей. Но ясно дело, что милиция, милиция где она? Схватите его. Он хулиганит. Это храм Божий. Благоразумие. А как надо? Еще раз говорю, благоразумие. Надо вымолить ответ и сорганизовать. Батюшка один, наконец, в Москве вытащил этот ящик свечной. Все люди согласны были. И разбили его и стали сжигать. Он говорит, это не просто мамон, а это старый жид. Кровопиец присосался к нам, чтобы больше никогда его в храме не было. Вот и все. Автодапу устроили. Так что вопрос стоит так, а как лучше не ошибиться? Лучше никогда ничего подобного не делай. Это когда она рот не разевала, причащаться. Раскрой рот никак, он тогда ложечкой, которой ее пол бы ударил. Это не надо смотреть. Иоанн Затаус говорит, ты слышишь, человек богохульствует. Ударом в лицо закрой его рот поганый. А было ли у тебя так? У меня не было. Духом-то мы говорим, ростом пониже, а духом пожиже. А зато вот прямо к этому призывает. Никаких кострах не надо утрировать. Речь, чтобы прекратилось богохульство. Поэтому наказывай чаще сына. Ветхий Завет говорит, сын, мот и пьяница. Родители уговаривают. Он наркоман, тащит из дома. Должны пойти сказать старейшинам. И рука родителей первая должна быть на нем. Сын, мот и пьяница. И выведут к воротам города и побьют камнями. Проклят злословище отца и мать. Смертью он умрет. Так это Бог сказал или кто? Они выполняли? Да, выполняли. А у нас как? У нас страшнее намного. Муки вечной предается. Проклятие никто не снимал. У меня в лагере было наказание. Я специально вел. Но никто не имел права наказывать, кроме меня. А я заведу отдельно. В это время все молятся. Иногда просто так по голенищу щелкну крапивой-то. А ты маленько слюнями-то под глазами покажи, что тебе больно-то. И все замолкло. А иногда накажусь серьезно. Он матерился. Положил крапивы голыми губами. Надо быть благоразумным, знать когда и где и как. Никому никогда не дозволил за 45 лет наказывать. Почему? А потому что не доверяю. На это нужна очень-очень большая мудрость. Как сказать? А я в это время с ним там стою и молюсь. Отдельной келью зайдем, а весь лагерь молится. Вот так. Это наказать. Наказать надо. Написано, не жалей розги, не взирай на крики его, чтобы впоследствии утешаться. Дочь у тебя родилась. Бодрствую не спи. Большая беда тебя ждет. Как ее выдать замуж? Дальше. Как бы она не обрюхатила в доме отца? Как бы она не надедала мужу? Как бы бездеты не осталась? Сколько забот-то? Молись. А ты за черями хохочешь, зубы скалишь. Это нам говорит Сирах об этом. Так что надо везде поступать благоразумно. Где-то и применить силу. Где-то сказать строго. Где-то с гневом. Где-то кулаком стукнуть по столу. Человека никому не советую бить. Никогда и никак. Потому что здесь нужна великая мудрость. Я никогда не ударил ни разу никого. Но отрицать, что сказал злотаус, не могу. Если, говорит, хули царя, царя земного, и ты заградишь ударом его устаете поганые, царь тебя наградит? Да, наградит. Это царь небесный. И ты молча стоишь, равнодушно смотришь, ни холодный, ни горячий. Вот так надо рассуждать. Отошел. Игнатий Николаевиченко, а когда, вот вы говорите, батюшка взял ящик там, что он там вытащил из храма, когда это было? Это из журнала церковного, это не из Библии. Так что, когда, где, ты сказал, не верю, ну не веришь, не надо. А я поверил. По-другому никак нельзя. От пароля, и все кончилось, все наваждение вышло. Спасибо, Игнатий Николаевич. У нас такой формат беседы, я понял, что вопрос-ответ, вопрос-ответ. То есть, вы можете разговаривать свободно, обосновывать свою точку зрения, и будет выглядеть очень убедительно. А другой человек, если может, конкретизировать свой вопрос, или как-то его расширить, и показать, может быть, то, что мы, ходящие во плоти, к чему более склонны? К гневу или к кротости смирения? К гневу, естественно. И никто не отрицает, что Христос гневался, и имел праведное чувствование. Так, вам ответили. Но речь идет о нас, грешных. Послушайте. Остановитесь сейчас. Остановитесь сейчас. Именно гневаемся. Остановите его. Да, вернее, именно об этом есть. И каждый может позволить себе, что он отстаивает дело Божье. Он пошел уже, все, не остановить. Выкидывай его. Масса этих людей, но кто покажет смиреннее и кротость, выкричит его. Остановитесь, остановитесь. Сергей, займись этим делом. Останавливаюсь, останавливаюсь, да. Я, я, в общем-то, покидаю. Потому что я вижу, у вас вопрос-ответ. Прямо это не надо. Я его вышелкнул отсюда. Говорить охота. Пусть организовывают занятия, разговаривают. Что его слушать, любвиста, через меня. Он некомфортный здесь. Молодец, правильно сделал. Лука 4 глава 38-44. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой. И просили его аминь. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему. И он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили так же и бесы из ноги с криком и говорили. Ты Христос, Сын Божий. А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из храма, пошел в пустынное место. И народ искал его и придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благорестовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. И проповедовал в синагогах галилейских. Он, выйдя из дома, я из храма, да, прошу прощения. Из дома. Да, слава Богу. Толкование. Не просто исцеляет ее от болезни, но придает ей крепкое здоровье и силу для служения. Если и мы примем его, он угасит нашу горячку, горячку гнева и нехотения и восставит нас так, что мы в состоянии будем служить ему, то есть делать угодно ему. Не позволяет бесам говорить так, потому что не нуждается в похвале от нечистых, ибо неприятно похвала в устах грешника. Сираков 15.9. Так и потому, что не желает возжечь в евреях зависть при похвале ему от всех. Народ ищет его, хотя он ушел в пустое место и удерживает его. Но он не ограничивается одним местом, а говорит, что мне должно благовестить Царство Божие и другим городам. Поэтому и нам не должно быть ленивыми, не довольствоваться одним местом заключения, но всюду обходить, чтобы кому-нибудь принести пользу. И на эти слова блаженного филакса комментарии Игнатия Лавкина на сегодняшний день. Сегодня этим занимаются только сектанты, такие как иеговисты, так называемые истерители иголы. На православных и здесь исполняется древнее пророчество отвержения Матфея 21.43 «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. Но кому это будет предано, чтобы Слово Божие несли не с еретическим ядом, а в чистоте православия? И куда бы сегодня не приехал архиерей или патриарх? Всюду и везде одна и та же картина. Зайти в храм в окружении пышные свиты с сомном охранников и подьяконов. И богослужение, 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 тысячекратное повторение богослужения. Апостолы поступали абсолютно не так. Деяние 27. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил Слово за полуночи. Богослужение стало на место проповеди. Вот в чем выразилась нелюбовь к Библии. Вопросы? Вот ты тут вначале толкование говоришь предано. Передано будет кому, а не предано? Вопрос первый идет. Кому будет передано это? Что передано? Не не найдем. В начале, где Игнатий Тихонович толкует и сразу после Матфея 21.43 написано и царство отнимется от вас царство Божие и дано будет награде приносящему плоды его. Но кому это будет передано? Не предано, а передано. А ты прочитал предано. передано то есть это именно передано. Да, это очень важно для нас, потому что мы же вот эти, кто приняли, ну, те, во всяком случае, кто проповедует, кто ходит, Евангелие распространяет, говорит Слово Божие людям истинно, в истине, в истине дезеретического яда. Тут я, конечно, отчитался, но передано это что-то если было и утратили и опять передали. А в православии где, когда, кто. Мы от греков приняли, кто там в Греции кого-то проповедовал, когда. И еще и не передам это предать надо именно вот это вот несение Царства Божия. Сектанты взяли на себя эту миссию. А кто им это передал? Ну, открыли Библию и начали со своими заблуждениями передавать все это. А выяснили, кто когда толковал? Когда это сейчас вспомнишь в России? Как Лесков говорит, когда Евангелие было проповедовано как должно? Если оно не было проповедовано как должно, так оно и не передано тогда это. кому это будет передано? То есть проповедание Царствия Божия народу приносящему плоды ему. Кто этот народ? Брат, у меня то же самое все на сердце. Ты можешь мне пожаловаться, можешь Игнатью Тихоновичу, можешь Господу Богу пожаловаться. Надо заниматься тем, что говорится в толковании. Передано значит передано все. Вот ты занимайся, я занимаюсь. еще кто-то. Давайте приглашать еще кто будет заниматься. Все кто сейчас присутствует на занятиях занимайтесь этим, это вам передано Царство Невесное. Если будете без яда юридического нести Слово Божие в Москве. И вот душа -то скорбит. Смотришь на молодое поколение, то ли они возьмут эстафету то наши, то ли нет. Но вопрос. Небольшая история у нас есть. Насколько мы взяли эстафету, которую Игнат Игнать передает, насколько взяли, настолько может в десятых процентах только кто-то возьмет. Потому что мы не показываем те примеры, которые он внес до этого. Как он в тюрьме проповедовал. Людям, которые в то время, когда нельзя было вообще говорить Слово Божие проповедовать. А мы сейчас даже когда можно говорить, то лукаем, то ленимся нести Слово Божие. Хорошо хоть Евангелие, слава Тебе, Господи. Молитесь за это, чтобы Евангелие всегда были у нас. Есть что передавать. Идем дальше. Благодарю за замечание. Лука 5 глава с 1 по 11 стихи. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера генесоветского. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для ло лодки. Симон сказал ему в ответ, наставлен, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Видев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его из всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманных, также Иакова, Иоанна, сыновей Завидеевы, бывших товарищами Симона. И сказал Симон Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человека, и вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Толкование. Господь убегает от славы, а она тем более преследует его, подивись смотрению Господа, когда Он каждого привлекает через свойственное и сродное ему средство. Например, волхвов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри и учителей церквей всех времен. Они преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человека. В Евангелии есть если же кто скажет, что через накидывание сети означает глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка сказавшего «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелей и скал». Иеремия 16.16 «Рыбарями назвал он святых апостолов, а ловцами правителей и учителей церкви последующих времен. Вопросы? Мы можем. Вот смотри, я поднимаю руку, гляди. Я хотел бы, конечно, примеры услышать этих ловцов. Вот смотри, я поднял. Священников этих учителей. Гляди, я вторую руку поднимаю, гляди. что просто нету примеров. Может быть, Олег стеняет, но куда там дальше все идет непонятно. Кого он привлек? И так, ну, там еще Андрей Гиракон Кураев тоже может сказать что-то от слова Божие. Интересно. где примеры людей? Головин говорит хорошо. Ну, пример можно применять небольшое, но это опять же наш брат Андрей на Урале и дают ему слово сказать и хотя бы слово Божие на русском языке и толкованием каким-то прям в храме дают говорить. Это сложно услышать, где ласцикаете, чтобы людей действительно поймали. И главное, что пример такой, ну, ладно, кто-то что-то рассказал, а потом дальше, где ловля, вот, допустим, как у нас. вот у нас батюшка, вот действительно пример такой, батюшка принимает в своей сети уже тех, кого уловило Слово Божие от Игнатия Тикановича, когда занятия у нас велись с 91-го года, ну, и по сей день, можно сказать. некоторые некоторые те, кто сейчас и в интернете здесь есть, тоже это как бы уловлено этим словом. Они даже и у нас уже тут побывали, познакомились с нашей общиной. А других примеров-то и не видно, и не слышно. Пока. Все. Вот это место пророка Еремея, что вначале пошлет рыболовов, а потом охотников, это прямо относят к еврейскому народу. Вначале им говорят, какая благословенная земля, там два раза урожай в году, там благоприятная погода, там рыба, там все остальное. То есть на червяка рыболов как? Он забрасывает сеть, удочкой ловит, а потом говорит, пошлю охотников на вас. То есть евреев отовсюду начнут гнать, чтобы их возвратить в обитованную землю. Это место не просто какое-то, а пророческое, проеврейский народ. Отошел. Час прошел занятие, следующие полчаса вопросы, ответы. Пожалуйста, у кого накопили вопросы. А вот мир вам, это Роман Фральдыков. Я вот прослушал с Женей, что там было, Вячеслав, как Ткаченко, да, как Ткаченко, который вот сейчас, вы говорите, вы щукнули-то. Вячеслав Ткаченко, да, как его звали-то? Ну, по-моему, Василий его. А, Василий, да. Василий, а дальше не помню. Как фамилию его? Да мы прощаем тебе, прощаем, давай, говори. Алло, алло, Сергей, а, добро. А он, это, может еще подсоединиться, да? Подсоедшим-то. Может, может, я его не заблокировал. Он перед тем, как я его выщелкнул, он говорит, я ухожу от вас. Ага, все, все. Заходит, вернулся и вернется у нас, где-то он не хулиганит, предупредили он. Ну, на том занятии, а второе, третье, надо, дух любви, а зачем он озвучился? Это, только что говорили о безразличии, он это, безразличие, проповедует, как пустое в бороде молчать, какое-то безобразие в церкви творится, мы будем молчать, всех любить. Всех люблю, никого не осуждаю. Вот это дух такой. Нет. Сергей, вопрос. Давай. Парень, я тут спрашиваю, мой знакомый, ну, в чате тут пишет, что как себя контролировать, чтобы не пропускать молитвы? Это девушка, маму спрашивает, а как мне не опаздывать на встречу с женихом, назначает мне, говорит, после работы встретиться? Раньше говорила, она говорит, придет время, ты узнаешь. Этот вопрос дело покажет, какой-то. А зачем тебе просыпаться, если веры нету? А если вера есть, то у тебя она по-другому будет. Вот я пытаюсь, чтобы ночная молитва была после 12, а в то же время боюсь, вот проснусь, маленько, еще 12 нету. 12. Ну, чем-то займусь, а после 12, хоть минут 5, тогда уже ночная молитва. Как это так? Не знаю. Господь дает. А бывает, что просыпаешься? Бывает. Редко-редко, но бывает. Я за это Бога благодарю. Бывает очень уставший, но все спокойно, ничего не болит, и поэтому сон-то для того, чтобы восстановить силы. Я за это тоже Бога благодарю, ибо написано, за все благодарите. А не так, что вот я сегодня не проснулся на молитве, ой, горе там, голова об стенку. Это не надо. Господь нас знает, видит наши телесные возможности. Вот я сегодня опять спрашивал, ну, почему я спрашиваю пенсионеров, а не молодых? Ну, молодые некогда, пошли в школу, там, в университет, работники на работе, но нет возможности семь раз встать на молитву. Просто нету. Я пообратился к пенсионерам, 12 человек, на прошедшей неделе, кто семь раз молился, по нашему правилу? Три святые и сто поклонов. Это один раз. Часа полтора пройдет, опять три святые, сто поклонов, и своими словами тоже высказать. И так, чтобы было семь раз в день, не считая утренней, вечерней молитвы. Кто? Два человека уже подняли руки. Уже радостно. Видишь, я даже сам пенсионер, и пенсионерам не даю засыпать. Хотя они, женщины, они все моложе меня. Как-то я выдвинулся на первое место по возрасту. Игнат Тихонович, его еще уныние борет. Вот еще про это скажете. Ну, что уныние борет? А чего? Ты вот почитай, что пишет Авва Марк, Авва Исаия. Это не пророки Марк Исаия, это святые отцы. Ну, я все это выписывал, там, пытался сказать, а потом вывел свое. Уныние, ну, у людей бывает, от плохо сделанной работы. Вот как-то, мне говорят, ну, как-то уж очень просто, объясняете. Ну, уныние, уныние, а то, что плохо молился, плохо постился, плохо милости не давал. Хоть где, и совесть мучает, и уныло, я мог бы сделать, а теперь уехал человек или умер, не попросил прощения или не наставил, от плохо сделанной работы. Вот и весь ответ. Это мои наработки. А может такое быть, что вот он еще от биометрии, биометрию, вот это все боится, там, вот этот вопрос, анти-ННМ, вот это все, может от этого тоже уныние найти? Оно без уныния никак нельзя, он всего боится. Праведник написано, смел, как лев, а нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится. Заучи эту фразу. Найди ее, заучи, запиши, и все кончилось. Как говорят, сдохла собака. Я описываю, когда страх приходил, как было ли у меня страх? Было. Маленькому лет пять, я уже говорил как. Может кто не слышал. Я на полу спал. У нас шкура бараньи, там, выделанное было одеяло, сверху шкура, и все. Я проснулся, и под лавку увидел кто-то большой черный. Я закричал. На помощь отец пришел. Света нет, электричества нету, ну, лампу зажгли, так что, сынок, испугался? Кто-то там темный. Он показал, а там мать картошку сварила, большой чугун двухведерный. Под лавкой стоит. Ну, пощупал, что? Он говорит, пойдем, надо овечек попроведать. Отец овечек пас. Шленские, это деревенские, не колхозные. Овечек много. Если в одном сыры, перегоняют другой, денеки. Волки, тут две овечки вышли как-то, и утром встали, одни шкурки лежат, они их зарезали и съели. Поэтому я видел, как вечером отец сидел, он однорукий у нас с фронта, и заряжал патроны. Патроны без дроби. Волки не любят порох. Ну, когда мы вышли, отец возле этой столы, где овечки, то, конечно, напугает их так. И откуда волки могут заходить, ну, не через избу же нашу-то. И он, в этом направлении, надо стрелять там, пыжи лежат там, от газет бумажки, там всё остаётся, и всё это пахнет. Ну, если бабахнет, а волки на подходе, они бросят. Мой страх был, он дал мне выстрелить в темноту. Страх мой был расстрелян навсегда. На поводу не надо идти у страха. А другой раз уже, я был большой, уже примирился с Богом. И жил у хозяйки на квартире, Захарова и у Литы Григорьевны, город Искитим. А у ней трагедия за трагедией в семье. Мужа зарезали на операции, сына на стройке убили. Там сноха оказалась такая крутая, её там всё это запи... Ну, сын не мог поправиться с ней. А она всё на неё. И она уехала, меня одного оставила в доме. Дом большой, пятистенный называется. Большой дом деревенский. Я считаю, златоустой конспектирую, трёхтомник. А в это время я сижу, и как кто будто бы сзади на меня наваливается. После работы я когда вернусь домой, со стройки, и как будто, я не слышу, как будто мне мысль такая, свет не гаси. Я на тебя нападу, и ты сойдёшь с ума. В окно ударишься. Мне надо идти за углём, а уголь в огороде, сарай стоит-то, и там свет включается. Теперь я уже свет никогда не включаю. Я в темноте на ощупь уголь собираю, ведро накладываю, приношу домой, ложась спать, выключи свет, иначе я нападу на тебя. Теперь я наоборот выключаю его везде. Он неделю гнал на меня горячку, и с тех пор, по сегодняшний день, больше не было. Я считаю, он на меня найдёт, у меня, кажется, волосы дыбом становятся, холод такой. Я падаю на колени и молюсь, пока жаром не обдаст. Он отойдёт, проходит там часа два, он опять на меня. Вот так. Борются и с унынием, и со страхами. Должно быть что-то действенное, пост и молитва. Спасибо, Христос Игорь Тихонович. Можно добавить ещё? Очень понравился. Можно добавить этому? Я хотел ещё добавить, что явно, что не твой товарищ это там или друг, он плохо знал Священное Писание. Потому что, прежде чем чипы придут, тут ещё всего столько будет на земле, ещё и растения будут умирать, причём, половина растений, даже больше, не будет вообще на земле. Потом дальше будут всякие язвы на людях. Он тогда вообще с ума сойдёт уже, если это он увидит всё. А потом люди будут умирать, и останется очень мало людей на земле. А потом придут пророки, Енох и Лея. И они будут суровыми пророками. Кто будет против их восставать, из их уст будет исходить огонь и попалять тех, кто будет идти против них. И будет очень много погибших. Тысячи будет погибших, написано. И потом Антихрист только тогда, он их умертвит, как-то Господь ему. Отпустят это всё, он умертвит, и только на третий день, они будут лежать на Верусалиме, на площади, они воскреснут, воскреснут, они вознесутся. Всё, я уже тебе не рассказывал столько, что он уже умертвит вдруг-то вообще. И он пускай Слово Божие изучает как следует, потому что у нас трёхтомник, поэтому трёхтомник упускает, прям изучает Слово Божие. И тогда он поймёт, что бояться нужно самого себя, своего демона, который внутри в нём сидит. Вот отсюда и умение всё. У меня всё как раз. Я согласен, только про чипы, вот, такая ремарка, что чипы уже и сейчас уже ставят. Технологии опередили немножко, события и всё. Ничего тут такого нету. Кто где что ставит, куда ставит опять. Опять одно и то же болтает, опять опять... Никто с чем описание не читает. Вот отсюда все умения. От того, что не знаю, куда жизнь свою определить. Правильно. Но Слово Божие, если сказать, пошлёт и вперёд благовестовать. Спасибо, Христос Игорь. Слава Богу, на всём, во веки веков. Аминь. Можно спросить, а придёт именно Илья или это будет другой человек? Право просто или нет? Вот, Сергей... Про Иоанна Крестителя же тоже Господь сказал, что в духе и силе или может быть и другое. Никто... Это вам говорят. Но я не пойму, кто-то вмешивается, я не только начинаю говорить, а они прерывают. Тут определённый порядок. Сергей попросил, я отвечаю, а нет, значит, я передаю другому. Это по договору должен быть. Никаких других, другого толкования нет. Пророк и Илья, которые не умирали, взятые живыми на небо. И они сойдут с неба и будут убиты. А то, может, не он. У церкви одно мнение. Пророк и Илья должны прийти. Это про них говорится две маслины. Вот это Иоанна, Откровение, 12 глава. Всё. Ну, они это берут, потому что написано «Всем нам надлежит умереть». Значит, и тем двоим, которые были живы, взяты на небо. Значит, им должно прийти. А если они не в этот раз рассказывают, то в конец света значит, они не умрут. Но написано, с кем должен он прийти. полкование, что-то вместо них придёт, оно показывает, что его держит никакой крест. И ещё, там сказали «В духе и силе Ильи». «В духе и силе и дух пророка именно». Поэтому Иоанн Креститель сделал намного больше, чем Илья, попалив этих 102 человека. Он сделал так, что он крестил самого Иисуса Христа, Господа нашего, а сам остался некрещённым, потому что ему это не надо было. Он исполнил всякую правду. Читайте дальше. Можно вопрос от Арама Столькина? Да, давай. А вот Господу уже сказали, я тут дословно не помню, что должен прийти Илья, пророк, именно. А это Господь уже сказал, да, пришёл, что вот духи и силе Илья ошибается. что вот Иоанн Креститель, он, то есть он поясняет, что вот Илья, это подразумевается Иоанн Креститель. Хотя написано было, что придёт Илья. Серёжа, я расскажу тогда, как раз к вам это относится. Прям к вам говорит этот Христ, Христов говорит эти слова. Если хотите, то Илья уже пришёл. Если хотите. Видно, вы настаиваете, вы много знаете, ну, если хотите, да, Илья пришёл. И что нужно делать? Ну, так бойтесь. Горго-то, бойтесь. Иначе, попалит он вас. Ну, а дальше уже всё стало на свои места. Все поняли, приставать не надо. И поэтому те, кто поняли это, все крестились и стали потом христианами. там речь шла о том, что ко второму пришествию надо приготовиться, и на второе пришествие придёт Илья. И речь зашла бы я, в силе и духе. Здесь никакой ни силы, ни духа, конкретно Илья. То, что Христос сказал, относилось только к Иану Крестителю. В силе и духе Ильи. А здесь ничего не сказано, просто две маслины. И церковь всегда понимала бесспорно в одном толковании. Бывают места писания, на которые уже семь толкований, семитолковый апокалипсис есть, я его видел. Так что то место никак сюда нельзя относить. То пророчество закончилось и больше его нету. Но оно осталось в силе по отношению Ильи. Придёт и сердца отцов к детям направит. Спаси Христу. Слава Христу. А ещё можно вопрос задать? Да, конечно. Что такое всевидящее око, которое на долларовые купюре изображено? Что она символизирует? Я ничего не понял совсем. Что символизирует собой всевидящее око на долларовой купюре? Ну и что? И что? Это масонский знак. Масонская страна. Русский там Иван как-то фамилия его Капралов или как-то. Это он нарисовал. Там сколько кирпичиков это ещё состоит масонский этот глаз это никакого отношения не имеет к верующим. Это масонский знак правителей мира, который приведут антихриста к власти. А в Библии или без чего-то что означает? Ну в Библии если сказано значит это о чём-то другом. Они не на Библию смотрят, а желание сделать добро. Вот они желают, чтобы не было убийства, чтобы всё было под контролем. Здорово! Здорово! Если бы только это во имя Бога делалось. А они тысячелетия к этой мечте, к исполнению её шли. И окажется самое ужасное постигнет разочарование, что евреи, которые остаток будут, они поднимутся против. То есть отринут его и тогда он против них воздвигнет гонение. Я сравниваю так вот. Допустим, отец всё делал для сына. Лелеял, холил, богатство ему приготовил, всё. А он принял другую веру и отца связал и приносит жертву идолам, против которых боролся отец и учил сына. Вот так будет и у идеев. Всю жизнь заботились о чистоте, о вере и получится, что служат дьяволу. Какая трагедия внутреннего человека. ещё, братья, это ещё роман с роликов. Вот у меня вопрос был, я его писал в чате, но ответов не было. Задать вопрос можно? Давай. Вот тоже к крестителю приходили и воины, но воинами в то время могли быть только римляне. И они его спрашивали, что нам делать? То есть римляне, получается, тоже приходили, услышали проповедь. Вопрос-то в чём? Ну, вот именно, что римляне тоже, получается, крестились, что ли, Иоанна Крестителя? Если уверовали, во Христе нет ни иудея, ни елена. они веровали в это. Стаялись, да? Тоже. Были воины, были, были определенный контингент, как после Версальского договора в Германии. Были воины свои, какие-то отряды, которые охранники, это же не римские воины, стояли и охраняли первосвященника, это ему и в храм заходить нельзя. А эти заходили со своими. Другая форма, другое оружие, может, просто копьё, а пороху не было. А откуда такие познания в истории великие, что не было у них воиновства? А у Юрага он царь был, четвертолазник. У него был слава войска. Они же были подвассальны, они были вассалами просто и всё, а там вы в гарнизоне стояли. Как у нас после войны. В Германии была своя армия ГДР, ГДР, Германская Демократическая Республика, а наши гарнизоны там стояли, а у них были каски другие, и автоматы у них другие, они вообще отличные были, у них такая верностовая форма. Ну, посмотрели в интернете и думали, что надо на ходу, что не было у людей в воинах, ты чё? Ну, я такое слышал, почему? Потому что они очень много восстаний устроили, как раз Ворава устроил, восстания убивали, вот, римлян во время восстания как раз Ворава убил, поэтому им не разрешали убить. Тебе нужно почитать Иосифа Славия и Иудейская война. Почитай там конкретно об Иудейской войне, она начнется, эта война только в 66-м году, в 65-м. В 65-м году будет разгромен 5-й регион Римский в пределах Иудеи. За это будет отомщение. 15 регионов придут в Иудею и за 4 года вся Иудея будет сожжена. Последняя в 72-м году пойдет крепость Массад, где Иудеи в количестве 900 человек там небольшим покончат, с собой, друг с другом. Ну, в этом случае так описывается там. Почитай, тебе очень понравится, ты многое узнаешь. А таких великих воин до 65-го года по Рождеству не было у них, ничего там не было. А то, что там выходили какие-то подстанцы, там быстро с ними расправлялись и все. Это никакие не восстания. Обыкновенные бунты, их полно было в Риме. Они внимания сильно не обращали на это. А на это, что вырезали целый регион евреев, на это обратили внимание. Это было нечасто. Еще 9-й регион стал в германских лесах и все, а больше такого не было в Риме. Вопрос можно задать? Давайте. Вопрос такой. Парисеи преследовали Иисуса или они как-то волшебным образом каждый раз оказывались? Потому что Он там ушел в пустыню с учениками, а они тут выскакивают откуда ни возьми. Хотя была суббота. И говорят, не должен в субботу исцелять или там он в дому находится у одного из апостолов. А тут опять Парисей выскакивает и говорит, а что это вы с моторями едите? Ну, то есть, откуда они там появлялись непонятно? Ну, написано, зачем разгадывать откуда? Значит, пришли, не с неба же они упали. Вот тут речь шла о воинах. Вот, Христос был на бракосочетании. А кто женился? Оказывается, история сохранила. Это Зилот Симон. Зилот, их называли сикарии, по-нашему, кинжальщики, убийцы из-за угла. Их целая армия была. И Господь вот обратил одного из этих воинов, сикариев, которые были из иудейства. Они подняли восстание, освободить страну от иноземного гнета, никому дань не платить. И так что, вот это, кто, как, откуда они взяли, да кто их знает откуда, с какой стороны пришли. Можно я скажу кое-что? Вот везде, только начнете, если читать поближе какие-то комментарии, то написано, кто такие фарисеи. И там написано, это партия того времени, религиозная партия. Чем они занимались? И там написано, что они продвигали свою программу. Вот сейчас Единая Россия. Куда не плюнь, везде единороссия. Там, там, президент только слово сказали и все. Так что это партия религиозная партия. У Садукеев были свои люди, у Садукеев свои, и было их очень много. Практически страна разделилась на партия садукеев этим партиям. То есть каждый человек был какой-то партии религиозной приближал. Были, конечно, беспартийные, как у нас сказали, потому что некогда было крестьяне, рыболове, рыбачили и так парни для этого учились, чтобы они могли беседовать с людьми, рассказывать им о тяжком положении, как правильно себя вести. Отсюда и вопросы они задавали, какие не сказали задавать вопросы, а не от себя. Так что все это уже была политика когда-то. Христос пришел и без всякой политики показал путь на небо. Но этого никто не ожидал. Отсюда и дальше все. Как Христос разбивался своими ответами, они даже не понимали, как так может человек отвечать. Помните про Демарий, кесарь и кесарь, а Богу отдавайте Божье. Ну и так далее. Кратко. Тут такое, если переносить, называется экстраполяция событий во временной форме, то фарисеи это мы православные, а саддукеи это сектанты, еретики. А почему фарисеи правило на правило везде добавляли и руки вымыли. По базару шел, руки в карманах было, а разницы нету. Ты прошел, придя домой, тщательно мыли руки, скамейки и тому проще. Это мы, староверы. А саддукеи тебе все отрезали, оставили пять книг, всего только. И пять книг ничего не понимали в них. Доказывали там на одной жене, семеро братьев женились, да они еще придурки какие. С чего братья они женились? Второй брат и то бы ее уже опасался, что его убил Господь. Мы вспомним там Анан откуда пошел-то, что он делал. Ее уже опасались, а третий бы никогда не женился, а то семеро, все и все умирают, а она живет и живет бессмертный пельмень. Это все надуманное было. И они все отбросили, пророков, псалтыр не считали, это сектанты. Одиннадцать книг от Библии отрезали. А фарисеи, у них все было пышно. Вот у меня двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый том. Это я коснулся еврейской. Говорят, о, Талмуд свой открыл. Талмуд это не одна книга, двенадцать. И они там такие детали разбирали. Некоторые мне были интересны, я выписал их в книге. Допустим, у меня голуби есть, голубятня, это, как Шариков говорил, что слоны, это не кошки. И вот, и у другого голубятня здесь, через квартал, допустим, или на следующей улице. И голубенок молодой полетел, и сел, и сидит. Теперь чей он голубенок? А докуда ближе шагать шагами? Кому ближе, тому отдать. Это так было у них с убийц. убитого нашли, а никого нету. Вот теперь они меряли шагами. Кому ближе? А калачи их ворот нашли. Вот теперь с ним разговаривать, как с убийцей. Ну глупо же, прямо, глупее, кажется, некуда. Убийца он бы закопал далеко или вывез за город куда-нибудь в котлован, где экскаватор его затопщет. Однако вот такое правило было. И вот, допустим, у человека дерево растет, а ветки к соседу склонились там, ну что-то там, яблони или груши. Но это яблони и груши, это разобрались бы. Но вот на ветку села ворона, и ворона где-то достала на кладбище кость человеческую, а это уже нельзя, это осквернение. И там бы стадник приехал, стоял там или на улицу дерево, и на него копье у него сзади, и кость уронили, и он оскверненный должен идти теперь где-то сидеть-то. Понимаете, вот как это все и всадник, и кость, и ворона. Ну когда это было-то? Вот вы думали они сидели как православные-то? Они очень на нас похожи парисеи-то. Вернее сказать, это мы в новозаветной обертке. И вот она уронила на него кость, а он осквернен. Кто виноват? Виновного надо найти. теперь измирали длину копья. Какая первая ветка? Почему он ворону разрешил? То есть виноват хозяин, с чего дерево было. И вот допустим приехал еврей к нам в Потеряевку, а у него корова. Он может отдавать ее нам пасти? Не может. Если два пастуха и женщина пастет, то можно. А почему? Потому что мы гои, они обязательно изнасилуют твою телку. и они борются с этим, чтобы не изнасиловали корову. Такое мнение о нас. А было ли такое? Конечно не было, но надо показать какие мы негодные. И вот допустим она женщина устраивается где-то кладовщиком. Там написано как? Дорога далеко проходит трактовая или нет? Недалеко. А ворота с этой стороны или нет? Около дороги. С другой. А это нельзя. Там могут семь мужиков, то они тебя насиловать не будут. Они против пойдут. А если один, то не ходи с ним. Кладовщик может на тебя кинуться. В этом есть что-то. И вот такие у них вопросы решаются. Женщины, дети, коровы все решают. Склады это у меня все в книгах. Я оттуда просто копировал и брал. Их два у них там есть. Вавилонские и Иерусалимские плену, а которые уже после возвращения были составлены. Так что и закон нужен, и надо знать, и все в рассуждении, в меру. А как узнать пророка Илья? Ну так узнаешь. Сразу молва пойдет. По телевидению покажут. Сейчас есть такой фильм Антихрист. И там прямо показано, как они действуют, как огонь изо рта уходит. Все это экранизируют. Сейчас же короткое можно продолжение? 31 минута кажется. Давайте последние вопросы. Даже не вопрос, а продолжение вопроса про еврея. Справедливо ли предположение, что евреи нарушали все, что можно для свои уставы, когда Иисус пришел, видишь бы ему его как-то опорочить? Потому что как можно в субботу сказать Иисусу, что должен ли исцелять в субботу вот этот разговор, как он может вообще состояться, если еврею можно 200 шагов сделать только до синагоги? Как они вообще там оказались? Судили его там все законы нарушили и до этого постоянно нарушали. Вот это справедливо ли такое наблюдение? Я считаю это не надо. Христа нет на земле и как они были все догадки это будет пустословие. Это не надо говорить об этом даже. Такой вопрос и не возникнуть не должен. От незанятости эти вопросы. А их вопросов таких на каждом шагу можно. А что бы, да как бы, конкретное что от нас требуется? Какое я могу принять участие? И все. А там как было, пишут по-разному, некоторые не видели, просто умеют писать. А в интернете все найдешь, всякого жито по лопате. Считаю, что не надо этим заниматься. Я никогда не стоял. А кто, когда, где, зачем? Я верю. Верю написанному в Писании. И Господь никогда не спрашивал, что и как. Как считаешь? Вот Матфея 22, 29 прямо говорится, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьи. Вот в эту фразу постарайся все вопросы направить. И увидишь от незнания Писания. Писание говорит, все, вопрос снят. Слова Иоанна Златоуса. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. В этом Библии нету. Спасение не касается. Не надо рассуждать. И чтобы это неизвестно, меня не тревожило ни грамма. Меня лично это не тревожит. Я знаю, что вот я, когда занимался Талмудом, это очень непросто. Очень даже непросто. Вот 18-й том у меня посвящен Корану. Полностью разбираю весь Коран, пасурам, аятам. Все в сравнении с Библией. Я не нападаю, ничего. Просто беру и показываю, что в аналогии есть и как это выглядит. Полностью копирую Коран и Библию. У меня совершенно другой подход ко всему. Никакого Даниила Сысоева. Меня Господь послал не проповедовать другое что-то, идите проповедуйте Евангелие всей твари. А так как появляются люди, которые верят в другую святыню, я делаю сравнение. А как? Повторяю, три слова табу, табу, то есть запретно, никогда не буду говорить и надо. Слово Аллах, Мухаммад, Каран. Три слова никогда не повторяйте, никогда не произносите. Ну, мы сами свои, тут я вижу православные. Я просто говорю, что я никогда в разговоре с мусульманами этих слов не произношу. Я проповеду Евангелие. Вот они выше нас прямо такие ребята, богатыри хорошие, из-под земли вылезли, там копают оказывается за оградой метро, целые тоннели к правительственным зданиям. Они сразу на нас, мы христиане, вот мы сказали, они, а кто последний пророк? Ну, последний пророк, я знаю, кого они имеют ввиду, тот, кто дал им новую религию. Я отвечаю, последние пророки будут Еноха или Я. Они не знают этого. Теперь я им говорю. А как вы верите в Него? Что там, я говорю, 4.12 Деяния апостолов. Нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Надо заучить. А Евангелие Иоанна 3.36 говорит, верующим Сына Божия в Иисуса Христа имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Он что-то говорит, я им опять долблю в это. Все, они поняли. Дальше некуда. Я ничего не закасаюсь их книги. А он там поставить против этого ничего не может. Я с Мулами беседовал однажды, и они говорят, горе нам, если нас будет судить Сын Марьями, то есть Марии. А мы говорим, как раз он и будет судить. Все. Волимся. сущую Богородицу все величаем. Богородицу. Отец наш Небесный, любящий Создатель, Ты дал нам жизнь. Все это от Тебя. Ты послал к нам Сына Своего Единородного Господа нашего Иисуса Христа, Который умер, полюбив нам на Голгофском кресте. Найди наших родных и близких непримирившимся с Тобою. Помоги нам совершить свое поприще, назначенное Тобою. Научи нас в радости исполнять святые заповеди. Взирая на начальника совершителя веры, который претерпел такое поношение ради нас, Тебе, Господи, слава, Тебе хвала за воскресный день и за всю нашу жизнь. В честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сейчас, через полчаса, Виктор Николаевич будет из Франции вести противосектанские. Советую всем быть. Занятие начинается сейчас. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Слава, История. Спасибо, Христос. Слава. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Спасибо, Христос.